Дачникам и огородникам из-за аномально теплой весны приходится ускоряться с посадкой и обработкой в саду. Есть ли время на отдых, узнавала ведущая программы «Шесть соток» Алла Горбатенко. Одни горожане в эти первые майские дни отдыхают на природе, жарят шашлыки, другие ударно трудятся на грядках. Недаром Первомай когда-то назвали праздником солидарности трудящихся. Мы приехали в один из дачных кооперативов в районе Паркан. Это зимой здесь безлюдно, сейчас наоборот. Все из города стараются побыстрее на дачу выехать. Да. Можно к вам? Можно. Здравствуйте. Я вас знаю. Екатерина Павловна, давняя поклонница программы «Шесть соток», говорит, много нового и полезного узнает. На днях высадила рассаду томатов, а сегодня аж в 7 утра из дома приехала, чтобы растения полить. Нет такого ощущения, ну вот праздник, хочется отдохнуть. А вы знаете, у меня каждый день праздник. Это как? Ну это так, вот прихожу на огород, это тоже праздник. Вот я работаю, я в удовольствии работаю, с удовольствием. На огороде не травинки, мечта любого огородника. Но дачница перечисляет, что нужно еще сделать. Планы до самого июня расписаны. Посеять огурцы, тыкву, дыню, рассаду перца докупить. А еще участок для клубники надо приготовить. На черешне и абрикосе срезать старые ветки. Но это завтра. Сын обещал приехать помочь. Все, что не делается, все в пользу. Лариса Евгеньевна и Антон Федорович сегодня сажают картошку. Какой сорт, не знают. Сосед угостил. В лунку кладут сразу по две картофелины, чтобы урожай был больше. Мне вот интересно. Первое сегодня, второе мая. Многие люди на шашлыках сейчас, на природе. Почему вы приехали сажать картошку? А мы вчера отмечали. Вчера приехала дочка с друзьями. Вспоминали, как мы отмечали в советское время. И как вы отмечали? Очень хорошо. Очень хорошо. Выходили все на демонстрацию. Шарики, цветы, плакаты. Очень хорошо было. Супруги хоть и на пенсии, но пока работают. Музыканты преподают в Институте искусств. Говорят, грядки музыке не помеха. Наоборот, здесь, на участке, часто приходит вдохновение. Мне интересно, как сочетается искусство и огород? Это смена деятельности, что называется, с действий своих. Здесь отдыхаешь по-своему, а там отдыхаешь. Но я как бы не отдыхал, я то мурлычу, то напиваю, то еще что-то там. Председатель кооператива Вера Николаевна рассказывает, тут все такие трудоголики. То ли возраст влияет, то ли земля силы дает. Мой муж только приходит на огород, каждое дерево проверит, чтобы ни курчавости не было. Он особенно персики любит. Каждый листик подойдет, посмотрит. Каждый кустик посмотрит. Ой, надо здесь побрызгать. Ой, надо здесь посмотреть. Слушайте, а не скучно без праздников-то? А по телевизору посмотрели. Вышли парад с людьми по телевизору, посмотрели. И мы счастливы. Впрочем, нашли мы все-таки сегодня отдыхающих дачников. Говорят, еще 30 апреля приехали на участок. И уже все успели сделать. А что, вы уже всю работу отработали? Да, видите, трава скошена. Алла Горбатенко и Гермацота, ТСВ.